всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня будет готовить моя мама так что я вам покажу что она будет готовить и также хочу выполнить запрос одной моим подписчице это показать мамин работы так что кому интересна такая тема продолжать смотреть сегодня у меня мама будет готовить очень вкусные котлетки не котлеты а что это называется шницель ну в общем они очень вкусные девочки прям очень-очень вкусно это еще зависит от мяса вот у меня например мясо все домашнее домашний фарш это свинина подруга сразу пришла делать обыкновенный фарш вот но единственное что шницель отличается от котлеток как бы это формой самой и в шницель можно добавлять там специи например для курицы специи для мяса больше специи вообще ну как бы может больше специи так что делается обыкновенный фарш и еще формирование этих шницелей отличается от котлет например например виточки котлеты тефтели шницель рублены они все отличаются по форме но это вот раньше сейчас я не знаю сейчас еще как-то сложно а раньше просто форма котлетки это обыкновенные такие важные биточки они кругленькие как сырнички и эти самые шинцеля у них другая форма ты значит добавляешь одну среднюю в луковицу это обыкновенный обыкновенный фарш кто как любит пока как любит вот трасс я добавляю чеснок лук вот яйцо булочка черный перец соль и специи добавляю но это специи те которые вот как говорится у меня тут смесь такая который для курицы для мяса все остатки собрала и булочка это не в молоке булку замачиваешь нет это же снится молоке это молоке так или ли там делается такие вот это куриное мясо без корочки булочной это вот такой вот клетки совсем нежные прямо на пару для совсем маленький мы же делали с тобой когда ладик был маленький как все девушки делают булка опять же ну как у вот булка когда мало мяса можно немножко побольше положить булочку а так приблизительно но как бы на килограмм фарша там грамм 200 это опять же это на любителя не добавляются обычно специи то вот я имею ввиду котлетную массу там основном мясо булка это тут все остатки собраны я его добавляю рыбу и в курицу во все случаи жизни поскольку у нас тут шницель он как бы ну шницель есть натуральный есть рубленый вот рубленые в моем плане кстати это просто мелко порезанное мясо нет ну в принципе да так же как и коррета можно мелко порезать офицерские котлет они тоже делали с тобой из мелко порезанного мяса офицерские не знаю типа офицер фарш не едят там другой плохой шутка плохая шутка не будем плохой шутку зачем ты делаешь я буду мясо взбивать надо тоже показывал да Сейчас будем формировать котлетки Котлеты отличаются от шинцелей, а форма делается вот так Это вот у нас сухари, вот эти, лентовские, вкусные Вообще я их держу в морозилке Потому что в принципе это из старого хлеба, а кто его знает, чтобы не было Вот беру, ну как формировать, в принципе руку, руку надо держать, как мышку вы держите, компьютер Ну да То есть в принципе вот этими пальцами мы вот их вот так вот делаем, да, вот как будто вот здесь А вот этой ложбинкой мы ее вот так вот прижимаем, ну вот мышку держим и все Ну да И вот так обваливаем их вот, вот они видите как получается В форме мы почти как мы На компьютер, да Да, ну как на компьютер И вот когда вот ее обваливаем вот в этом самом сухарях Ее надо вот, вот как бы вот уплотнять вот руками И вот так вот ее раз, раз Вот видите, я пальцами вот так вот делаю Вот А вот, а вот этим местом вот оно вот здесь ложится вдоль Вот, вот так вот они Мышка, вот так пальчиком, пальчиком, право, лево Кнопочка, право, лево И вот так вот, вот мы ее добавляем Вот, и вот так вот Вот, вот мы сформировали Вот оно, вот и все получилось А потом ее делается А потом ножом, вот Вот она И уже вот И уже формируется вот таким остреньким Вот лепесточком Ну да, вот так вот и все Вот И отложили Вот 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 Потом это все обжаривается и как всегда в духовку Опять берем Вот опять берем Вот Мы ее Зажимаем И вот так вот Добавляем Уплотняется Чтобы У меня зять любит очень это Да, муж мой очень любит их Да Особенно когда, если большие делаю Такими Вот и все Да, то есть можно сделать поменьше Это просто Да, это просто, как говорится, заказ Вот и все Вот он 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 Может попроще делать Он все равно потом Поуже делать Да Вот и все Итак, вот такие котлетки получаются То есть ведь они, как мама говорила, они немножко поднимаются, да, к прижатке Да Чуть-чуть Они уменьшают, наоборот Уменьшаются А, уменьшаются Уменьшаются Да, вот она Вот Мама их обжарила Слегка обжариваешь, да? Потом в духовку Вот И в духовку у нас сколько ты ставишь? С разогревом полчаса Полчаса с разогревом на 180 градусов Разогревает она у нас 7 минут духовка Да, сперва закрываю вот этим Сперва мама накрывает вот этим, да? Да А потом, ну, перед закачанием за минут за 10, за 5 минут, так вот 5-7 минут снимаю и вот они вот такие вот случаются Ну, девочки, они очень вкусные Ха-ха-ха-ха И сейчас еще хочу показать, меня одна подписчица моя попросила показать маминой работы Ну, что мама вообще делает отстой Что-то мама только покупки показывает для рукоделия, а саму не показывает Ну, во-первых, у меня на канале есть видео В каком видео мы показывали? Когда мебель, по-моему, твою собирали И вот это вот мама показывает неоформленные свои работы То есть вот, ну, их нужно постирать, в рамочку выложить А что ты их не оформляешь? А в пакетную надо же Я уже болела, зимой надо же Да В общем, надо маме постирать Тут вот такую, мама Тут такие А это что у тебя? Такой набор из трех картин, что ли? Вот, четырех Из четырех картин? Да? Это прям набор? Да Угу Ну, видишь, они разный конвой Да, вот такой дом И вот такие домики с кисками И вот еще Сезонные киски Это пятое получается Ну, да, но это как бы вот так вот Да, просто разная конвой Вот такие Ничего еще у тебя есть? А, и вот этот код Ну, мы этого кота показывали Ты его доделала уже, да? Вот, доделала мама Еще Вот такая еще работа Мама сделана И вот тут вот, но я это уже показывала Да, мне кажется, показывала Вот эту сову Вот эту сову У мамы сделана И вот это Это из Из чего вот это? Шерсть Из шерсти, да Мама делала Вот Ну, и вот там вот у мамы еще маленький котик стоит И еще мама делала вот из полимерной глины Я как-то... Ой, у тебя один глазик отвалился Да? Ну, приклеить Вот Из полимерной глины Вот так вот оформила кружку симпатичную Только мы с нее не пьем, что-то жалко Она у нас просто стоит красивая Ну, еще нет Потому что ее нельзя мыть посудомойке, да? Ну, да Там уже наклеили То есть вот это все отдельно мама лепила, да? Из полимерной глины И потом просто приклеена вот так на кружку Вот Вот А сейчас мама вышивает вот эту вот мамину вышивку Это в подарок она вышивает Вот Красавка будет Вот такая, да Вот Это женщине на 75 лет На 75 лет, да И еще там, и еще, и еще, и еще Там у меня целая коробочка, что я должна вышивать Да ужасно Вот еще мамина работа Тоже надо постирать и все оформить Такая красота Да Вот А еще мама у нас подделки делает детский садик Да? Да Кстати, вышел Что я елочку делала, да? Да В прошлом году делала гномиков из шерсти Да? Да. Вот. Елочку делала. А, елочки же они есть. Сейчас я вам девочке покажу елочку. Да, там наверху елочки. Вот вышла тебе на день рождения. Куклу сделала вам. Зайчики вот эти. Не у свадьбы. Оберег сделала. Елочные игрушки. Рукавички вышла на елку вешать. На конве. Да. А это самое сделала детский садик к осени сделала. Это Кенусайга сделала картинку. Кенусайга. У мальчишек, кстати, оберег висит. Вышивка. Сейчас я покажу девочке. Что еще делала. Да, и в этом году вот я сделала... А, вышел из снеговика. Да. Вот. Да. Вот еще мамина работа. Я их тоже показывала в каком-то видео. Просто все, ну, как бы, не в одном видео. И вот это вот еще мамина работа. А у мальчишек вот эти елочки. Мама тоже их делала. Вот такие одна. И вот вторая такая елочка. И еще мама сделала вот такой оберег мальчишкам. Вот. И вот такую еще картинку с фонариком. Этих самых. Которую мне вышивать и вышивать и вышивать. Да. Еще много недоделанных мамы, да? Ну, недоделанные... Я бы их доделала. Но, понимаешь, сроки поджимают. То одно... В общем, мама как всегда. То одно, то другое, то пятое, то десятое. Нет. Сроки поджимают вот в связи с этим. Надо же... К августу месяца у меня даже половина не сделана. Ну, как ты думаешь? Да не думаешь. Конечно, мерзничаешь. Ну, ладно. Сегодня мы будем с вами прощаться. Мы надеемся, вам понравилось такое видео. Обязательно сделайте мамины котлеты. Они очень вкусные. Да, мам? Уфор. Мы же показывали. Котлеты все делают одинаково. Но они же с хитринкой. Фарш один и тот же. А так вот пришел муж, а ты говоришь, милый, я тебе сделала сегодня такое блюдо. Шницель. Рубленый. А там это снять не надо. И вот такое-такую туда. Подошву. Не забывайте подписываться на наш канал с мамой. Всех любим, целуем. До новых встреч.